Америка Горослав, давайте начнем с Американо-китайских переговоров. Они весь год, вторую половину проходили интенсивно. Показатели ВВП стали такими, что Китай больше пострадал, чем Америка. Потому что в Америке пострадали фермеры, а фермеры составляют 1%. А сельское хозяйство ВВП. Китайцы в этом смысле сильно замедлились. Это промежуточная победа Трампа? Я думаю, не промежуточная победа. Настоящая. Очередная закономерность. В действительности мы все отлично понимаем, что те темп роста, которые показывала Китай на протяжении последних лет, стали очень сильно, так скажем, пугать. Напрягать. Я помню еще 2008 год, когда Кандалийса Райс ездила в Китай и пыталась давить на китайские власти по поводу укрепления юаня и так далее. И вся эта песня продолжается уже не первое десятилетие. Другой вопрос, что на текущем моменте Китай начал выходить на новые темпы роста экономики за счет внутреннего потребления. То есть начала меняться модель. Средний класс тоже самое, да? Да, средний класс. И в этом аспекте Китай начал, наверное, в какой-то степени составлять конкуренцию США, в том числе и в геополитическом плане. И в технологическом уже прохвайлы, и в технологическом. И, конечно же, мы отлично понимаем, что вот это циклическое замедление, которое, по идее, должно наступить, даст возможность старту новой экономической гонки. Раньше военные гонки, а сейчас экономические гонки. И, конечно, мы понимаем отлично, что Китай, подошедший к этому периоду в достаточно неплохой форме, мог, ну, неплохо ускориться. Вот. На фоне этого торговая война Трампа. При этом, я думаю даже, что, в принципе, это неплохо. Да? Почему? Потому что, как мы с вами понимаем, иногда противопоставление интересов может привести к конкуренции. Да. К вооруженным конфликтам. И мы с вами отлично понимаем, что 20-й век у нас в этом аспекте был очень, так скажем, богат. Да. Именно, когда экономические интересы приводили к военным столкновениям. И я думаю, что то разрешение, которое мы сейчас получаем в виде торгового конфликта, в виде попытки замедлить экономику Китая именно таким образом, ну, наверное, не худший вариант, который мы могли получить в этом отношении. Есть мнение, что, держав победу над Китаем, хотя бы промежуточную, Трамп начнет откроет второй фронт европейский, например. Если вот так говорить, да, по всяким околовоенных терминам. Я не уверен, что открывая, вот, или, так скажем, пытаясь заигрывать, или открывая такие вот небольшие экономические столкновения, что там идет такая глобальнейшая задача, как-то похоронить Европу и так далее. Нет, я думаю, что это в определенной степени попытка навязать собственную политику, собственные, так скажем, интересы, но никоим образом не пытаться разрушить экономический рост в Европе. Почему? Потому что это приведет к обратному эффекту. абсолютно верно, это ударит и по США в том числе и так далее. И, конечно же, блок НАТО это в том числе и военная помощь этих стран и бюджет и так далее. И тому подобное. Ну, это опять же вопрос уже больше геополитики, который уже немножко отдаляется от экономических вопросов. Но, отмечу, что прямого противостояния США и Европы ожидать не стоит. Рынки привыкли к этим торговым войнушкам, а вот заложено в цены вообще, как они, они как это воспринимают? Теперь не как разрушение, а как здоровую конкуренцию? Да нет, я думаю, что просто-напросто многие вещи, которые раньше, так скажем, не столь сильно афишировались с точки зрения давления и пытались как-то, так скажем, быть завуалированы, давление одних стран на другие и так далее. И политика Китая, кстати, она идеально осуществлялась с точки зрения когда на Китай давят и Китай уходит от прямого ответа, так скажем, что-то обещая, не выполняя эти обещания и так далее. И в итоге вот мы получили просто-напросто политику Трампа, которая ставит все точки над «и», который не лезет, так скажем, за словом в карман и просто-напросто оголил все болевые точки, которые присутствуют. не вижу разницы в той политике, которая проводилась до этого и которая проводится в текущий момент, кроме одного момента, что она стала более прямолинейной. Ну, понятно, экономически, так сказать, обоснованно, да? Да, ну, если раньше там были попытки как-то вот осуществлять давление через такие косвенные методы, то есть попытки там... По демократию разговоры про права человека, да, сейчас голосуют кошельком, в холодильнику. Да, абсолютно верно. То есть уже как бы маски сброшены и все отлично понимают, по крайней мере, честность есть, да. Да, куда это все двигается. Но, с другой стороны, вот у нас есть сейчас новый, я бы так сказал, пул идей, которыми можно будет в очередной раз давить в том числе на российскую экономику. Это зеленая угроза, зеленый лебедь, как говорят. Это в принципе уже очертание новой политики, которая придет на смену трамповской политике. Это борьба за экологию и так далее. Ну, это еще не скоро, да? Плюс четыре года. Ну, посмотрим. Посмотрим. Может, он не разгадит. Сейчас настолько, так скажем, сложно предугадать, что будет происходить далее. Потому что, как мы видим, тема с импичментом пока очень плохо блокируется консерваторами в выступлениях свидетелей и так далее. День на день может произойти все, что угодно. Это первое. Второе, все-таки риск, который сейчас распространяется в виде коронавируса и замедления. С одной стороны, это, конечно же, на руку действиям Трампа. С одной стороны. С другой стороны, замедление экономики Китая потащит за собой замедление мировой экономики. Напомню вам историю с Великой Депрессией, когда экономика США грохнулась в тот момент, когда весь мир уже был погружен в принципе в депрессию. И экономика США выглядела одной из самых, так скажем, привлекательных. Все враги были в экономическом плане повержены. Но это привело к обратному эффекту, что экономика США наоборот ушла в стагнацию, ушла в кризис. И выход из этой стагнации только уже там ближе к Второй мировой. И последствия Великой Депрессии сказывались достаточно долго. Поэтому, еще раз повторюсь, быть таким лидером, когда у всех все плохо, у США не получится. Как только мы увидим те или иные негативные эффекты, причем сейчас ситуация очень сильно завязана на многие-многие вещи, и на ликвидность ФРС, которая просто была вкачкой этой ликвидности. И ситуация может поменяться просто одномоментно в кратчайшие сроки. В какую сторону? Ну, я имею в виду негативную. То есть, в принципе, многие экономисты, политики сходятся, что вероятность там этих черных лебедей на сегодняшний момент просто беспрецедентна. Почему? Потому что мы видим с вами реакцию на коронавирус, насколько это, так скажем, расшатывает систему. Увидим, как будет развиваться дальнейшая ситуация. Но мне думается, что, конечно же, вот мои коллеги, которые год от года ждут коррекции финансовых рынков, это тоже, так скажем, мне думается, в некоторой степени какая-то болезнь. Почему? Потому что отметаются очевидные вещи, что финансовый рынок США существенно трансформировался даже по отношению к 2008 году, что фонды, которые сейчас присутствуют на американском рынке, цементируют эту систему. Причем цементируют ее очень сильно и она очень устойчива к различного рода шокам. мне думается, что это опять же создает некоторую предпосылку, если уходы в кризис, то это будет уже глобальный кризис, который затронет все сферы. Пока такие мелкие, шоки, они достаточно легко переживаются, даже по прошлому, получается, по концу позапрошлого года, когда в декабре 2018 рынки скорректировались, достаточно сильно скорректировались и также легко были выкуплены в течение нескольких месяцев и в принципе дальнейший рост пошел. То есть способность выходить из таких казалось бы негативных тенденций, которые складываются на рынке, фонды продемонстрировали насколько легко они это все выкупают и насколько легко так скажем нивелируются. Поэтому старые методы прогнозирования и попытки как-то перекинуть прошлый опыт прошлого десятилетия на текущую ситуацию абсолютно не работают. Когда есть вопросы и негде взять ответы. Когда экономическая обстановка меняется стремительно и непредсказуемо. Когда регуляторы диктуют новые правила игры. Читайте finversia.ru finversia в самом центре денежных потоков. Пробежимся по активам. Я просто сегодня смотрел по индексу НЛБ посмотрел нет внятной динамики в январе. То есть собственно как в январе было так и осталось месяц прошло зря. Рубль то же самое. Укреплялся укреплялся до 61 дошел и обратно откатился. Да в чем вопрос что же будет с Родиной и с нами Что с рублем почему он дальше не пошел Насколько я понимаю там были покупки нашего центрального банка причем достаточно крупные интервенции то есть выше среднего это остановило укрепление рубля вот и пошла обратная динамика вот мне думается ну по крайней мере наблюдая за динамикой курса рубля ситуация абсолютно управляемая с точки зрения наших экспортеров и нашего центрального банка поэтому ну я не знаю как правильно так скажем характеризовать без перехода на такие уже личности как говорится но как мы понимаем на рынке присутствуют договоренности по вот текущей ситуации с рублем со стороны наших монетарных властей со стороны экспортеров и со стороны тех кто этот доллар покупает население на текущий момент мне кажется не делает особой погоды на рынке понятно что за предыдущие годы валютный рынок был таким инструментом ну то есть инструмент который использовался в том числе при оттоке капитала из российской экономики в текущих реалиях и количество банков подсократилось которые в этом процессе участвовали и мне думается и желающих как-то тоже поубавилось выводить капитал ну сейчас те трансграничные потоки которые присутствуют да то есть это то что иностранные инвестиции которые заходят выходят но они мне думается легко перебиваются теми объемами которые у нас центральный банк может ситуацию проблемы и к весне она как бы статус-коу да я думаю что пока говорить не приходится о каких-то таких сверхординарных вещах рубль должен укрепляться конечно же при том платежном балансе который у нас есть при тех доходах бюджета которые префицит который у нас присутствует рубль обязан просто-напросто укрепиться ну здесь уже можно как бы разные говорить вещи там можно говорить и 55 можно говорить и я более-то скажу и 40 можно говорить я думаю что наш бюджет потянет эти циферки вот но как мы с вами понимаем если произойдет укрепление то это ударит по части отраслей которые у нас активно вкладываются я не думаю что это критично для российской экономики да почему потому что мы сейчас испытываем в некоторой степени замедления даже с учетом тех преференций для сельского хозяйства которые есть там уже импульс опять же себя исчерпал очень сложно мне кажется сейчас будет нашему правительству новому правительству как-то найти точки роста в той модели которые мы сейчас находимся поэтому ну посмотрим система мне кажется уже вошла в патовую ситуацию когда мы не получаем рост на ослаблении вот ну и с другой стороны потенциала развития тех или иных отраслей в том числе ориентированных на ритейл точно присутствует тут кстати очень интересная была кто-то из аналитиков мне вчера очень понравилось когда посчитали рост реальных зарплат посчитали реальные располагаемые доходы вот и по статистике показывает рост реальных располагаемых доходов 0,8 процента да но рост произошел за счет скачка реальных располагаемых доходов в третьем квартале кто-то из аналитиков очень хорошо отметил что что этот показатель очень сильно, на него сильное влияние оказывает как раз не трудовые доходы, то есть не заработная плата. Кто-то из аналитиков просто прокомментировал, что выплаты по дивидендам узкой группе населения спровоцировали рост реальных располагаемых доходов. Ну, мы можем, конечно, поаплодировать нашему Росстату за очередную методологию, которая дает возможность рисовать циферки. Ну, это, я не знаю, мне думается, что комментарий не требуется, что все-таки к 2013 году, если сравнивать ситуацию, к текущему моменту, конечно же, доходы населения не выросли. Не восстановились, да? Да, не выросли. Темпы роста, которые мы имели в начале 2000-х, опять же, тоже не показывают таких интересных показателей. Это, мне думается, это, конечно же, очень сложная задачка. То есть мы либо имеем темпы роста отток капитала в различных ситуациях при высоких темпах инфляции, когда, вроде как, да, мы получаем некоторую такую модель, которая приводит нас к кризису 2008 года, да, то есть с ростом долгов государства, там, нашего корпоративного сектора. Да, либо мы пытаемся вот все гайки поприжать, инфляцию ограничить. Это, конечно же, ограничивает в том числе и рост доходов населения. И в итоге мы видим спад по точкам роста. И, в принципе, наверное, мы выходим на какой-то эволюционный рост. Да, но, как мы понимаем, пытаться конкурировать в мировой экономике за счет эволюционного роста надо было начинать это все лет 150 назад. Вот, поэтому, да, сложная задача, мне думается. Как будет происходить разрешение, непонятно. Вот, в том числе, вот, за последний год был во многих командировках, был в Тольятти. И, конечно же, вот, моногород, да, отток населения, да, и, там, закрытие всех этих автодилеров, там, и так далее. То есть, ситуация, мне кажется, такая на грани. Понятно, что, исходя из той политики, которая у нас сейчас присутствует, эту грань можно долго-долго продолжать. И есть определенный, конечно же, запас, прочность. Ну, в любом случае, это будет требовать недюжинных, так скажем, способностей от нашего правительства найти очередную точку роста. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, если мы констатируем начало нового экономического цикла, да, то США уйдут в рост экономики. Китай, конечно же, пойдет туда же, да, с теми или иными, так скажем, оговорками. Может быть, вполне вероятно, модель Китая, опять же, тоже притормозится, но ориентирована на внутренний спрос. Хотя, конечно, там, огромнейшее количество населения, которое может создавать еще не один год определенный год. Ну, поддерживать темпы достаточно высокий рост. Плюс ко всему, там, население в сельских районах еще тоже, так скажем, есть вопросы по поводу их доходов и так далее. Ну, то есть, есть определенный запас. А вот мы с чем пойдем в новый экономический цикл, непонятно. Давайте от стратегии к тактике, все-таки, да, к инновационным идеям весны 2020. Да, вот во что вкладывать, на чем можно заработать в ближайшие, там, не знаю, 3 месяца. Я считаю, что пока, вот в текущем моменте, пока ситуация с коронавирусом не разрешилась, пока мы не понимаем в достаточной степени те последствия, которые мы имеем с точки зрения, там, Китая, потребления нефтегаза и так далее, пока все-таки стоит ориентироваться на доллар. Как это ни странно. Плюс ко всему, у нас, по идее, Минфиндж должен в феврале подключиться с объемами, которые не были выплены в 2017 году. Ориентироваться надо на золото. Но на золото, вот, могу сказать, некоторые нюансы. Да, подписан на один интереснейший телеграм-канал с очень маленьким количеством людей. Один из моих, так скажем, приоритетных аналитиков, которые пишут. Неплохо он разбирает технические ситуации, связанные с золотом. И, конечно же, золото пока остается в растущем тренде. Потенциал роста, то есть, я, конечно, понимаю, что все сейчас мечтают, что мы вернемся там на 1800-2000. Он как раз об этом пишет, что импульс к этому росту вполне может пройти через коррекционное движение на 1300. Если мы говорим с вами о таких небольших тенденциях, в рамках недели, дня и нескольких дней, то, конечно же, текущая ситуация, она пока, так скажем, предполагает, что мы там где-нибудь телепаемся на уровне 1540-1620. И вот к верхней границе этого диапазона вполне можно еще что-то заложить. Другой вопрос, что выход из этого диапазона, он все-таки должен быть более волатильный. Какие предпосылки могут быть? Ну, не знаю, окончание истории с коронавирусом, соответственно, отток из активов убежищ и, соответственно, коррекционное движение в золоте. И дальше определенного рода наборы и так далее, вполне вероятно, можно и так посмотреть. Ну, еще раз повторюсь, что если на какую-то среднесрочную, долгосрочную перспективу этот актив, мне кажется, удержит свои позиции даже при той турбулентности, которую я вам озвучу. Активные инвестиции. Стратегии 2020. Весна. Это информационно-консультационный вебинар Яна Арта для частных инвесторов, плюс дополнительные видеоматериалы об основах успешных инвестиций. В ходе вебинара вы узнаете инвестиционные планы Яна Арта на весну 2020 года, познакомитесь с его прогнозами по курсам рубля, доллара, золота и нефти, сориентируйтесь в доступных рынках и инструментах, поймете, какой уровень доходности достижим при активных инвестициях, решите для себя, какой стиль инвестиций подходит вам, узнаете, как оценить свою восприимчивость к риску, и, наконец, составите собственный план и архитектуру активных инвестиций на 2020 год. Вебинар состоится 15 февраля 2020 года. Дополнительные видеоматериалы предоставляются участникам сразу после регистрации и оплаты.